Минуточку-другую подождем тех, кто, может быть, задерживается и начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, будем считать, что мы всех дождались, все к нам присоединились. Предлагаю начать. Меня зовут Максим Васюхин. Я занимаюсь продуктами ВАИП в компании Appymatica. И сегодня мы с вами поговорим о конференц-телефонах Ялинк. Что же происходит сейчас? Что происходит сейчас на рынке, на рынке конференц-телефонах в частности? По нашему видению и нашей жизни, совпадая с видением Ялинк, спрос на конференц-телефонах именно на базе IP продолжает расти. Растет он достаточно агрессивно, больше 20% в каждый год. По нашей статистике даже больше 30% наверное уже в этом году. Можно наблюдать, что все большие компании выбирают решение именно конференц-телефонов для своих переговорных комнат. Почему это важно и почему они выбирают конференц-телефон, мы дальше об этом поговорим и это разберем. И что мы видим сейчас? Сейчас практически каждый офис числом сотрудников больше 30. Собственно, наша компания, компания Appymatica, в этом не исключение. У нас две переговорные комнаты. Но вот по статистике компании, где работают больше 30 сотрудников, имеют хотя бы одну переговорную комнату. Необходимость переговорных комнат, я думаю, что не нужно много рассказывать, зачем она нужна. В больших компаниях коммуникация – это основной двигатель прогресса, двигатель бизнеса. И мы видим, что даже в таких небольших компаниях у 30 человек может быть установлен конференц-телефон. Что происходит на рынке оборудования? Что выбирают люди? Мы сегодня видим, что текущее решение на базе других производителей, они очень дорогие. Они удерживают конкуренцию по параметрам цена-качество. Есть, конечно, очень дешевое устройство, но дешево не может быть качественно. Дорогие качественные телефоны, они действительно есть, но цена для, в том числе, небольших компаний – это достаточно важный фактор при выборе оборудования. Еще один факт – недостаточное качество звука и ограниченный функционал в решениях на базе USB-подключения программных телефонов. Наверное, я не открою секрет, что сейчас достаточно популярное решение производителей голосовых решений. Извините за тавтологию. Но вот USB-различные устройства, USB-спикеры, они, конечно, очень дешевые, но функционал и качество, конечно, оставляют желательно лучшего. И очень зачастую того функционала, который есть в этих устройствах, совершенно недостаточно даже для средней переговорной комнаты, уже не говоря о комнате большой. Что же видит Ялинк? Ялинк видит необходимость решения для переговорных комнат соответствующего параметру цена-качество. И потребность к качественному конференции в телефоне для повышения эффективности переговоров. Конечно, Ялинк за рынком следит, Ялинк внимательно относится ко всем отзывам своих пользователей, ко всем вопросам, ко всем задачам. И, собственно, Ялинк нашел решение. На сегодняшний день Ялинк предлагает высокоэффективный продукт для рынка конференций телефонов в России, и не только конференций телефонов с высоким качеством звука. Это действительно так, и, что немаловажно, элегантным дизайном. Дизайн в последнее время является достаточно важным фактором, действительно, чтобы соответствовать уровню средних, в принципе, всех компаний, особенно крупных и больших холдингов. И, соответственно, у Ялинка на сегодняшний день есть достаточно полная линейка продуктов, которая предлагает решить практически все задачи, связанные с переговорными комнатами в части захвата и распространения звука. Собственно, линейка телефонов для конференций комнат выглядит сейчас так на слайде. Сейчас две основные модели – это CP920 и CP960. Дальше мы о них поговорим более подробно. Расскажу лишь об основных, скажем так, главных моментах. В первую очередь, вот на слайде представлена рекомендованная розничная цена рублевая. На CP920 это телефон даже, может быть, не низкого уровня, а телефон среднего уровня. К нему, причем этот телефон гибридный, достаточно функциональный. И дополнительный аксессуар CPM10 помогает подключить этот телефон не только по протоколу SIP к IP-сетям, но также этот телефон может быть подключен к аналоговой существующей телефонной сети. И CP960, соответственно, это уже флагман линейки конференций телефонов E1. На сегодняшний день мы предлагаем комплектацию с двумя беспроводными микрофонами. Этот телефон с большим экраном, экран тачскрин. Этот телефон на платформе Android. Что такое платформа Android и зачем она нужна, чуть дальше тоже расскажу поподробнее. И, соответственно, беспроводные микрофоны – это прекрасная вещь для больших комнат, для больших столов. Вот, например, мы у себя их активно используем. Кроме того, микрофоны можно поднести поближе к спикеру во время доклада, или когда спикер на доске что-то начинает рисовать. Ну, вот, собственно, 960-й микрофон, конференций телефонов с микрофонами – флагман сегодняшней линейки телефонов E-Link. Основные параметры на экране – это, конечно, не все, что умеют наши телефоны E-Link. Обозначу основные. Как я уже сказал, возможность подключения к аналоговой линии. На сегодняшний день мы видим, что растет, в принципе, потребность конференций телефонов. Все больше и больше компаний действительно видят в этом необходимости, устанавливают их себя в офисе. Но очень много компаний используют на сегодняшний день аналоговую связь. То есть у них в офисе развернута какая-то аналоговая АТС, сделана СКС, уже проложена, и в том числе заведена СКС в переговорную комнату. Достаточно часто в таких компаниях даже, в принципе, их старая аналоговая АТС может не поддерживать протокол СИП. В таком случае конференций телефонов 920 – это отличное решение. Решение с заделом на будущее, если приобрести и подключить аксессуар СПН-10, который фактически выступает в роли такого FXO-шлюза, он подключается в USB-разъем 920-го телефона, соответственно, можно сейчас использовать с этим переходником, скажем так, в существующей аналоговой сети. В будущем, рано или поздно, все-таки компании приходят к тому, что нужно ставить IP-связь, конференция телефонов у вас останется и продолжит служить уже на IP-сети. Ялинк в первую очередь – это качество. На сегодняшний день продажа телефонов в принципе в мире, в частности в России, у Ялинка на первом месте. Он на первом месте не в последнюю очередь благодаря своему качеству. И в новых конференц-телефонах качество звука действительно первоклассное, радиус захвата голоса до 6 метров, я не ошибся, действительно радиус. Действительно мы это проверяли, действительно слышно, и слышно достаточно неплохо. В 920-м телефоне качество авиатура, действительно выглядит очень здорово и тактильно, очень интересно и приятно с ним работать в целом. Говоря уже о телефоне 960-м, этот телефон можно рассматривать в качестве вложения в вашу инфраструктуру, потому что если, например, вам сейчас не нужно проводить видеоконференции, но есть необходимость в аудиоконференциях, вы можете сначала установить у себя конференц-телефон 960-й и в дальнейшем уже сделать апгрейд его до системы видеоконференц-связи, дополнительно установив камеру, собственно, и кодок, который вам необходим. И в этих конференц-телефонах впервые применена технология Eolink Noise Proof. Это программная технология от Eolink. Что она позволяет делать? Это снижение фонового шума во время разговора. Очень часто мы проводим переговоры, особенно если эти переговоры какие-то достаточно важные и требуют особого внимания, многие люди начинают либо стучать по столу, кто-то начинает печатать на клавиатуре, в соседней переговорке кто-то активно разговаривает. В основном, вот эта технология позволяет все эти посторонние шумы максимально исключить. Соответственно, это действительно так, можете это посмотреть сами, попробовать, взять у нас на тестирование либо наших партнеров и, собственно, бдиться в этом самим. Ну и кроме этого функционала, на самом деле, достаточно много интересных сервисов предоставляют эти телефоны, такие как встроенный Bluetooth и встроенный Wi-Fi, которые уже есть. Телефон обладает всем необходимым для конференции телефона, это запись, это возможность собрать конференции на самом телефоне, не используя посторонний сервис. Ну и дальше предлагаю более подробно эти телефоны рассмотреть. 920-й телефон сейчас у вас на слайде, вы можете видеть, он дизайн, он напоминает первую букву названия компании Ялинк. Дизайн действительно современный, интересный, я думаю, многим он понравится. К этому телефону 920-му нельзя подключить дополнительные микрофоны пока. Ялинк вроде бы ведет разговор о том, что в будущем это, возможно, можно будет сделать, но сейчас мы имеем такой конференц-телефон без микрофонов, который можно подключить в небольших либо средних переговорных комнат, будет более чем достаточно. Соответственно, в телефоне 3 микрофона, которые обеспечивают захват голоса 360 градусов со всех сторон. Этот захват голоса очень качественный. Это достаточно большой информативный дисплей. Поддержка ПОИ, конечно, везде есть возможность на столе, скажем так, подключить сеть. Но опять же, если у вас есть сеть, но нет, например, возможности ПОИ вести Ethernet, этот телефон поддерживает Wi-Fi. Почему он встроен? И, соответственно, к сети уже можно включить без проводов. Поддержка Bluetooth нужна для того, чтобы собирать гибридные конференции, скажем так. Вы на этом конференце-телефоне можете очень быстро подключить участника конференции, например, с мобильного телефона, если есть такая необходимость. И, соответственно, запись разговоров, куда же без нее. В России у нас ее очень любят, да и не только в России. Она возможна как на USB-носитель, так и локально. Кроме того, можно записывать еще на удаленный сервер. Как я уже говорил, к телефону можно подключить дополнительный аксессуар. Негде такой переходник на налоговую линию, CPN10. Ну, наверное, про него я уже практически все рассказал. Штука действительно необходимая для компаний, у которых развернута в настоящий момент аналоговая телефонная станция. И старший телефон в линейке конференц-телефонов – это E1 CP960. Цена, опять же, указанная рекомендованная розница для России. В комплекте с двумя микрофонами. Обратите внимание. Что про него можно сказать особенного? Ну, конечно, это уже флагман, здесь уже большой экран, телефон на андроиде. Android версии 5.1 сейчас. Эта версия, по мнению я линка, сейчас самая стабильная. На этот телефон, собственно, потому что там андроид, можно устанавливать какие-то свои приложения. Можно разрабатывать свои приложения. И, соответственно, использовать этот телефон уже не только как телефон, но и как средство коммуникации. Все мы движемся в сторону E7C. Важный момент – к этому телефону нельзя подключить блок питания, а слово «совсем». У него нет даже какого разъема. Телефон подключается только, питается через POE, через полик. Так же, как в 920-м, здесь три микрофона, встроенный динамик, захват голоса также в радиусе 6 метров и 360 градусов. Возможность подключения дополнительных микрофонов до двух. Причем очень важный момент – эти микрофоны работают с телефоном по стандарту DECT. Почему это важно? Почему я это выделяю? Потому что в DECT эти частоты практически сейчас не забиты. И эти частоты обеспечивают максимальное качество передачи голоса, захвата голоса. Непосредственно участникам конференции. Так же, как в 920-м, есть возможность записи на USB-носитель, записи разговоров. Есть возможность собрать конференцию до пяти участников. Ну вот основной функционал, собственно, на этом слайде. Пару слов о микрофонах. Микрофонов уже идут в комплекте дополнительные. Дополнительные микрофоны с зарядным устройством. Этот микрофон, собственно, сейчас я обещаю через него. Я думаю, вы можете оценить качество звука. Беспроводный микрофон, установленный прям рядом со мной. И, наверное, это одно из основных предназначений. Мы этим у себя активно пользуемся. Активно пользуются наши партнеры. Получаем достаточно хорошие отзывы. В целом решение очень хорошее для больших, средних приговорных комнат. Ну, дальше небольшая таблица сравнения. Буквально на двух словах. Зачем она здесь нужна? Многие из вас помнят, что у Ялинка не один из первых, а первый конференц-телефон назывался CP860. Это был бриллиант в короне Ялинка. Но этот телефон сейчас у нас что-то есть на складе, но в ближайшее время он будет снят с производства. Собственно, этим слайдом я хотел показать, что Ялинк развивается, развивает свои продукты. Как вы видите, уже радиус захвата звука больше, чем в 860-м телефоне. Появилась возможность подключения беспроводных микрофонов. Вырос экран по сравнению с 860-м телефоном. Ну и появилась возможность подключать часть конференции через Bluetooth, собственно, через мобильные телефоны. Ну и очень важно, опять же, возвращаясь к заказчикам, у которых не разъема IP-телефония в офисе, такое решение у нас также есть. Ну и хотел бы еще отметить, что в 960-м телефоне есть возможность подключения громкоговорителя через стандартный 3,5-мм разъем jack. Ну вот, наверное, основной функционал. Дальше мы поговорим о тех функциях, тех вещах, которые выделяет Ялинк в своих решениях. Как я уже сказал, Ялинк делает большой акцент на качество звука, качество голоса, захвата и качество отображения голоса, динамиков. И в конференциях-телефонах звуковая система разработана совместно с компанией Harman Kardon. Например, компания Harman Kardon устанавливает свое оборудование, свою акустику в премиальных машинах, таких как BMW, например. Это действительно важно, это сотрудничество с Ялинком Битцем, таких высоких результатов. Большой радиус захвата голоса, это действительно важно. На слайде представлен один из возможных вариантов, как конференция-телефон может работать совместно, например, с беспроводным микрофоном. 6 метров радиуса это действительно достаточно много. И это действительно так, и действительно работает. Ну, соответственно, о беспроводных микрофонах это действительно находка, которая помогает решить очень-очень много текущих задач. Пару слов о технологии Ялинк Noise Proof. Это действительно такое открытие Ялинка, которым Ялинк очень гордится. В интернете, на ютубе есть очень-очень прекрасный ролик. К сожалению, нет возможности его вставить в презентацию, но очень советую вам посмотреть про эту технологию. То есть Ялинк, действительно, рекламный ролик получился прекрасным. И вот этот ролик помогает оценить все качество буквально визуально. Эта технология действительно работает. Мы, когда у нас в офисе даже меняли старые конференц-телефоны, старые системы конференц-связи CP860 на новые 960-е телефоны, все наши визави, скажем так, с кем мы после этого стали общаться, действительно заметили, что качество улучшилось. Действительно попали посторонние шумы. Например, вот у нас сейчас в комнате работает кондиционер достаточно серьезный, достаточно шумит с вытяжкой. Вот, кстати, вопрос, слышно ли его? Как вам, кстати, вообще качество голоса? Вот я сейчас разговариваю с вами, вещаю через этот конференц-телефон. Давайте сейчас попробуем оценить, напишите что-нибудь. Так, значит, не слышно. Ладно, друзья, Дмитрий Балашов, мой коллега, здесь разберемся с этим. Мы пока пойдем дальше. Высокий функционал. Функционал действительно достаточно большой. И Android – это очень хорошее решение для телефона, потому что те же самые смартфоны уже достаточно глубоко зашли в нашу жизнь. Все мы к ним привыкли. Все мы привыкли листать экраны, пользоваться приложениями, нажимать не на кнопки, а на экранное меню, использовать тач-скринер. Соответственно, для работы с конференц-телефоном до старта работы нужно совсем-совсем мало времени. Это действительно делается все быстро, понятно, нативно. И, соответственно, если вы будете устанавливать конференц-телефон в комнате, с ним разберется абсолютно любой сотрудник, который использует смартфон, скажем так, в повседневной жизни. На стартовой странице конференц-телефон вас встретит вот такой значок, как на слайде. Ялинк это называет «Тентагон Митинг Рум». Соответственно, как я уже сказал раньше, можно собрать до пяти участников конференции, и теперь их собрать можно буквально в два касания. Вы выбираете одного из участников, кликаете, скажем так, пальцем на экран, и телефон предлагает выбрать уже из описанной книжки, либо из последних наборных звонков, и кого-то подключить уже к конференции. Это все можно сделать буквально в три нажатия, в три касания, и вам нужно будет каждый раз звать системного администратора для того, чтобы начать конференцию в вашей комнате, какие-то переговоры. И последний по списку, но и по значимости, это возможность гибридных конференций. Конференция телефона можно подключить, соответственно, любые устройства, которые поддерживают протокол SIP, как минимум. Есть возможность вызова как через АТС, так и по IP-адресу, например. Есть возможность подключения по Bluetooth какого-то мобильного телефона. Ну, например, вот самый простой пример. Участник конференции, которого нужно подключить, находится там за рубежом, например. У него есть возможность сейчас использовать только какие-нибудь мессенджеры для того, чтобы общаться голосом. Всем привычный нам WhatsApp, Viber или Telegram. Как это сделать, как его подключить? Очень просто. Выключаем мобильный телефон к нашему устройству, и, соответственно, наше устройство уже начинает выводить звук и захватывать звук, и придавать его в мобильный. Таким образом вы можете подключать, еще раз повторюсь, сотрудников, которые хотят поговорить, и могут поговорить только по каким-нибудь чатам. И, конечно же, можно подключать компьютеры, ноутбуки. Есть разъем USB. Собственно, можно подключить ноутбук. Кого-то подключить к конференции, например. В ноутбуке вы соединяетесь по скайпу, и, соответственно, из ноутбука вы можете уже передать звук и голос на конференцию телефона и собрать уже несколько гибридных участников этой конференции. Ну и, наверное, последнее, что я хотел сказать. Совсем-совсем недавно, наконец-то, мы дождались. Мы, как минимум, сотрудники опиематики, как максимум пользователи сервисов Microsoft, Skype for Business, Microsoft Office 365. На сегодняшний день существует специальное программное обеспечение. Вышло оно совсем недавно. Совсем недавно я один кого-то сертифицировал. Соответственно, для работы с сервисами Microsoft. Это Microsoft Skype for Business и Office 365. Это специальное программное обеспечение, которое устанавливается на телефон, устанавливается он достаточно просто, если вы уже используете, например, у себя в офисе. Если вы его заказываете новый, соответственно, вы его получите уже в преднастроенном состоянии. Это работает. Мы это проверили как минимум у себя в офисе опиематики. Наши инженеры провели тестирование необходимое. Кроме того, эти телефоны имеют статус действительно сертифицированных. Вы можете зайти на официальный сайт Skype for Business, найти там этот телефон. Он действительно поддерживается. Используя этот телефон с этой прошивкой, вы можете смело обращаться к каким-то проблемам или вопросам сам Microsoft. Microsoft будет обязан вам ответить на ваши проблемы. И, соответственно, на сегодняшний день Ялинк с конференц-телефоном. Он может создать, во-первых, достаточно серьезную конкуренцию своим прямым, скажем так, конкурентам. Но кроме этого, на сегодняшний день пользователи Skype for Business, либо Link, он тоже поддерживается. У них есть возможность за приемлемую цену, абсолютно приемлемую, получить действительно хорошее устройство, которое поддерживает полный функционал Skype for Business. На этом все. Спасибо, что посчитали вебинар. Не хотелось отнимать вас много внимания. Надеюсь, это было полезно. Я вам большой совет от меня и я, Ялинк, наверное, в целом для наших партнеров. Не бойтесь предлагать эти телефоны в какие-то ваши проекты. Совет заказчикам. Действительно, попробуйте, попользуйтесь. Есть такая возможность взять на тестирование эти телефоны наших партнеров на какое-то время. самим посмотреть, ощутить необходимость и понять все возможности конференции телефона. Потому что даже по моей практике в России, даже у каких-то крупных компаний до сих пор они пользуются обычными настольными телефонами в своих переговорных комнатах. Они пишут на листочках адресную книгу, оставляя ее в переговорной. И очень часто я сам лично наблюдал, когда партнеры звонят истерично к системному администратору, чтобы он помог им собрать конференцию и помог что-то настроить. Всем спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. В любом случае, наш вебинар будет доступен в ближайшее время в записи на различных сервисах. На этом все. Всем хорошего дня. Хороших продаж. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok